Кондитерская фабрика «Спартак». Ее история началась еще в те времена, когда леденец или пряник, считавшийся предметом роскоши, дети получали только в праздники. Более качественные и дорогие сладости производство известных в то время иностранных фабрикантов для зажиточных слоев населения завозили из Петербурга, Москвы и Харькова, а шоколад импортировали из Франции и Голландии. Наша кондитерская фабрика «Спартак» имеет очень-очень долгую историю. И основана она была еще 4 июня 1924 года. Но тогда она называлась «Просвет». И только после проведенной модернизации она стала называться городом именем «Спартак» в 1931 году. С тех пор мы прошли уже очень долгий путь, путь искания, лишения, это и военные годы, и становления нашей фабрики. И теперь мы стали флагманом промышленности кондитерской. Основные виды продукции – карамель, конфеты, шоколад и шоколадные изделия, печенье, вафельные изделия, торты и пирожные. Сегодня на фабрике работают 4 основных цеха – бисквитный, карамельный, вафельный и конфетно-шоколадный. Соответствовать моде европейской и, наверное, уже мировой на здоровое и вкусное питание нам помогает модернизация, которая проводится на нашей фабрике уже в течение трех лет. Началась модернизация с запуска новой линии в конфетно-шоколадном цехе «Канбар», которая позволяет нам выпускать новую сладкую продукцию по импорту замещения. В средствах массовой информации среди покупателей всем полюбившиеся шоколадные батончики с нугой, мягкой карамелью и орехами прозвали «белорусскими сникерсами». На этой же линии выпускается линейка «Здоровое питание». Это батончики мюсли на основе взорванных лопьев риса и воздушной кукурузы с различными цукатами из фруктов. Только спартаковцы способны побаловать покупателей своей продукции эксклюзивными фирменными конфетами под названием «Спартак». Ни одна кондитерская фабрика в Беларуси не выпускает вкуснейших слоеных конфет из черного и белого шоколада. На предприятии предоставляют возможность заказать любое изделие из шоколада. Тонкая ручная работа невероятной красоты – прекрасный подарок для родных и друзей. «Спартак» – единственная кондитерская фабрика Беларуси, которая производит практически весь ассортимент кондитерских изделий. В прошлом году на «Спартаке» была введена в эксплуатацию новая линия по вафельному производству. Линия австрийская. И выбор нами сделан не случайно. Наверное, все знают такой мировой бренд, как венские вафли. И вот венские производители поделились частью своих секретов, и теперь мы смогли выйти совершенно на новый уровень производства этих вафель. Маркетологами фабрики был проведен опрос среди потребителей, как белорусских, так и ближнего зарубежья. Первые места в рейтинге занимают кремовая, молочно-шоколадная и начинка со вкусом вареной сгущенки. Бренд «Белорусские» выбран совершенно не случайно. Ведь продвигая нашу продукцию на рынке ближнего и дальнего зарубежья, мы продвигаем и бренд, и престиж Республики Беларусь. И теперь уже, когда говорят «белорусские», это звучит как знак качества, проверенный знак качества. Спартаковцы уверены, главный залог их успеха – это традиционная натуральность продукции. Уже более 90 лет «Спартак» выпускает продукцию исключительно из экологически чистого сырья. У белорусских производителей закупаются молоко, сахар и масло. Из дальнего зарубежья привозится только высокого качества какао-бобы, орехи и цукаты. Позволяет нам контролировать высокое качество то, что у нас созданы специальные лаборатории в каждом цеху. И плюс к тому еще центральная производственная лаборатория, которая аккредитована и имеет самое высокое, самое лучшее точное оборудование, контролирует входное сырье, а также выпуск готовой продукции. На «Спартаке» постоянно ведется изменение ассортиментного листа. То, что теряет покупательский спрос, уступает место новой продукции. Одна из последних разработок «Спартаковских технологов» – это горький шоколад без сахара. В конце 2016 года этот продукт выиграл Гран-при на международной выставке в Москве. Но останавливаться на достигнутом «Спартаковцы» не собираются, тем более что секреты успеха известны. А еще есть уверенность, что фабрику ждет большое будущее. Не это ли отчасти залог успеха?